Еще раз здравствуйте. Я напомню, что мы планировали сегодня с английским переводом, но не сложилось, поэтому учить английский будем в следующий раз. Так, разбавитель. У нас довольно однородная в цвете картина, поэтому бояться цвета, я думаю, не об чем. То есть практически у нас голубые до бирюзовые красочки, ну плюс чуть-чуть коричневых на переднем плане. Итак, захватил жидкость, ливанул, взял белило, поддержал эту жидкость, чтобы она не улетучивалась. Она своими парами сразу начинает улетучиваться. А так мы ее прихватили веществом, например, белил. И поскольку много синего, я взял голубую ФС, избавляюсь от белого холста, создавая общее звучание моря. На дальний план можно понагнетать вещество. Кисть, вы видите, строительная, очень удобная для первичной закладки. Ну, благородные кисти тоже подходят. Но этой, видите, ее не жалко, ею можно морочить холст. Не боясь, что она очень быстро истреплется. У нее широкий ворс, широкая толщина ворса. Я очень рекомендую запастись подобными кистями. Особенно для экспрессивных задач. Бирюзовый центр. Его заложим. Одна треть, которую составляет центр бирюзовый, можно сразу бирюзовым перемолоть голубой. И, наконец, низ. Я возьму другую кисть. Она у меня от прошлого сеанса подгрязнена. Что нас тоже устраивает. Добавляю к ней розовый и коричневый. И у нас появляется каменюка и каменюка под водой. Под водой каменюка приобрел седой оттенок. Можно даже черненький добавить. Чуть-чуть. Итак, розовый, коричневый, черный. Здесь больше с разбелом. И вот мы имеем основную цветовую завязку. Теперь берем белило. Чистые белило. И смотрим. Здесь выше середины начался путь волны. А здесь ниже середины закончился. Вот наша пена. Прямо мастихином можно создать этот пенный штрих. Здесь отогнать от линии волны. От горбика волны. Разбелом отогнать. Тут отделить. Даль от передника. И немножечко наметить. Белилами наметить дальнюю пену. Пену дальней волны. Это все приблизительно. Просто основные вехи рисунка укладываем. Подрезает волну белая пена. Чуть опять же с голубым в тенях белая пена которая вздыбилась перед перед горбиком этим валиком волны. и штрихом таким обозначим ее. Сейчас я дам вам эту задачу выполнить. Можно чуть-чуть себе сразу обозначить идею закругления вот этого валика. Вот. 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 Такая вот эта трубочка этот валик он то толще то худее постарайтесь это заметить и главное заметить что здесь волна выше середины здесь заканчивается ниже середины это близко к середине упирается в этой части формата ну можно еще и камень подрезать уже чтоб максимум обозначенностей произошли в принципе уже красиво правда так продолжим нашу наше море на переднем плане бирюзовые я прямо мастихином удавливаю вещество глянец который образует мастихин глянец который образует мастихин выглядит как толща воды поэтому вполне можно вот этой условно толщей то есть краски нужно положить столько минимально достаточное чтоб получился глянец тогда будет вот этот эффект этот же бирюзовый у нас виднеется здесь тоже до глянца доводим вы видите прямо толща воды возникает я думаю на ваших холстах тоже возникает эффект толще ой ничего мне приходится головой крутить и раздавливаем положил и раздавил когда на вот эту муть глянцевую ляжет пена вот эта порванная будет эффект толще воды еще больше усилится и конечно же правдоподобность того что на этой мути лежит порванная структура сетчатая структура этих пеночек чуть коричневенького чуть розовенького чуть синенького и вот это место тоже наполним мутным содержанием немножко охры и у нас есть зеленоватый кусок зеленоватый берилами снова можно отсечь вот эту площадку освещенную солнцем чуть подтереть пенное место здесь и на его место загнать тоже раздавленные белила на вот эту сухомятку которая там возникла раздавленные белила то есть я тряпкой подтер и заложил раздавленные у нас образовалось слегка теневое место пены и световые места бирюзовый с белилами обратите внимание что вот это идет как загиб ковра то есть отсюда туда как загиб ковра вот этот загиб формируем можно формировать мастихином можно кистью мне кажется что выгоднее кистью дальше идут подбеленные подбеленный голубой то есть голубая ФЦ и наконец совсем дальше голубая ФЦ со всей своей мощью вместе с изумрудной например и здесь с изумрудной и смотрите траектория загиба показывается прямо вот этим инструментом то есть мастихин создает эффект и глянца и траектории загиба дальше вот эту полосу тоже можно удавить до глянцевого состояния и наконец самый дальник лодочным характером укладки вот таким лодочным за счет густоты краски создадим эффект множества чуть светлее чуть темнее чуть светлее чуть темнее и сформируется эффект множества колебаний волн и лодочный характер там есть более светлые места для них под белым голубой фц особенно туда под линии горизонта более светлые и сформируется сформируется в в лодочным и лодочным в сформируется и это д